Книга «Открытым оком», тема мусульманства, 18-й том, вопрос 3223. Когда читаешь восточные сказки, то там говорится о джинах. Кто они такие? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Джин – арабские буквы «Дух». В Коране фантастическое существо из чистого бездымного огня, созданное Аллахом. Джин делится на принявших ислам и делающих добро, и на неверных, которые вводят людей в заблуждение, насылают на них болезни. По представлению верующих джин, джины способны принимать различные формы, вселяться в людей, животных и растения. Верия в джинов существовала в доисламском арабском языческой мифологии. С распространением ислама перешла от арабов к другим народам, персам и другим, частично смешавшись с их поверьями. Большая советская энциклопедия. Что мы читаем в Коране по поводу джинов? Коран, 6 глава, 29 стих. То есть, 46 сура, 29 аят. Вот мы направили к тебе толпу из джинов, чтобы они выслушали Коран. Когда же они явились к этому, они сказали, Внимайте, когда было завершено, они обратились к своему народу с увещеванием. 30 аят. Они сказали, о народ наш, мы слышали книгу, неспосланную после Мусы, подтверждающую истинность того, что неспослан до него. Она ведет к истине и прямому пути. Ефесянам, мы уже читаем Библию, 6 глава, 12 стих. Потому что наши брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против меры правителей тьмы и века сего, против духов злобы поднебесной. Джины помогают нехристям. Зачем? Не потому ли, чтобы они не уверовали никогда? 2 Коринфянам, 4 глава, встреча по 4 стих. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не высеял свет, благовествование, о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Стихотворение. Противившихся к Божьим словам не надо признавать и с ними воевать. У них уже слетела голова, в ней не вмещаются небесные слова. А словом Божьим творился мир светил, и чудная изуминка земля, Бог и Егова словом души осветил. И не поверить этому уже никак нельзя. Да будет, высшее, открывшееся нам. В необразимом будущем та фраза повторялась, переходя в деяние, открошится и с нам, то изречение в веках не потерялось. Передавалось устно и из уст в уста, переходило пухло от добавок, ни буковки еще и ни листа, росло сгибаясь влево и не вправо. Как правильно, как лучше, безопасней, и судят старцы часто без ума. Вдруг оказалось, что спасение вагнцы, один народ в том преуспел весьма. Но что, к чему, еще расшифровать, через скрижали каменные эпохи, отца боятся, почитая мать. Дела с родителями оказались плохи. Авторитет у слова возрастал, переходил от внуков по наследству. И в слове вечном приняли Христа. Теперь все утряслось и стало к месту. Словесную отдуло шелуху. Узрели ясли, ясли сад, а рим мафейский. А сатана царапал свой шелухан рух и подгонял к себе евангельские фрески. При слове слова думаю о Христе, а слово Божие синоним есть в Писании. Кто знает Библию, не гоже быть в хвосте, метать джемчужины перед свиньями и псами. В 2006 год Игнатий Тихонович.